В последнее время все чаще жители больших городов переезжают жить в сельскую местность. Их привлекает хорошая экология и спокойная размеренная жизнь без пробок, шума и суеты. Что касается комфорта проживания, то сегодня многие сельские поселения по уровню благоустроенности не уступают городским. Тему продолжат мои коллеги. Черноярковское сельское поселение. Пожалуй, одно из самых красивых и живописных поселений нашего района. Чего только стоят лотосы, растущие в центре станицы или территория охотзаказника Приазовский, где можно поохотиться и порыбачить. Сегодня в Черноярковском сельском поселении проживает свыше 5000 человек. Работает 4 школы, 2 детских сада, 3 фельдшерско-акушерских пункта. В прошлом году построен новый офис врача общей практики, в котором кроме консультации докторов можно сдать все виды анализов. Работает акушерка, принимает беременных, наблюдаются у него беременные. Работает физкабинет, прививочный кабинет, процедурный кабинет, получает процедуры, также внутримышечные, внутривенные инъекции. В перспективе заработает дневной стационар. Условия очень хорошие, современные, все удобно, комфортно работает. В Черноярковском поселении не только комфортно работает, но и живется. За последние годы местной властью было многое сделано по благоустройству станицы. Построена красивая зона отдыха с фонтаном, устанавливаются детские площадки, ремонтируются дороги и тротуары, наводится санитарный порядок. Мы обкашиваем территорию Черноярковского поселения, благоустроим, что станица была наша чистая, посветала, ну, везде был порядок, чистота. Сейчас поселение готовится к осенне-зимнему периоду. Произведен ремонт уличного освещения в хуторе Черный Ерик. Скоро сдадут в эксплуатацию новую водонапорную башню в хуторе Прорвинском. По обращениям жителей выполнен ремонт дорог. В настоящее время отремонтированы дороги по улице Пушкина, по улице Горького. В плане ремонта дороги по улице Мичурина. Ремонтируются все пешеходные переходные мостики через каналы. У нас их где-то количество 13 штук. В ближайшее время в поселении планируют приступить к ремонту многоквартирных домов. Пять домов, подготовленные полностью, заменена электрическая проводка в подъездах. В четырех домах сделаны подъезды, ремонт подъездов. И сейчас на планах у нас ремонт в подвальном помещении теплопровода в доме номер 13. Работы планируется завершить к концу сентября.